стиль и качество силуэты вдохновленные смелостью gloria jeans мода для настоящей жизни всем привет меня зовут милана хаметова и это мое шоу обмани меня на youtube канале мусс тв ко мне в гости будут приходить разные звезды для того чтобы мы с вами узнали кто же из них круче врет и сегодня у нас в гостях егорик всем привет как часто ты вообще врешь блин естественно вообще врать не умеет может получится именно сейчас для заданиями на дело нас с вами впереди ждут три разных раунда победитель двух первых раундов получает по одному балл за каждый раунд а в финальном раунде уже на каждый правильный ответ будет начисляться один балл и так первый раунд верю не верю участникам выдается по три фотографии на которых изображены звезды а с обратной стороны изображены два факта про них один правда другой ложь участники сами выбирают какой факт так джек николсон я читаю факт сестра джека николсона оказалась его биологической мамой она была танцовщицей родила сына 18 лет не хотела чтобы кто-то об этом узнал поэтому родителей взяла на себя и а взяли на себя бабушка и дедушка это так зачитала сухо что тут не понять это просто прочитала я просто прочитала да а ты сама как думаешь что это может быть я хочу это ложь или правда возможно это правда ты должна была знать что это правда мне кажется ты просто спалилась тут же это это может быть двухходовочка твоя лада хорошо давай я наверное это правда и это правда отлично отлично теперь я так начнем с брэда пита я спросил до съемки она сказала что она знает да я знаю кто это реклама тойота с брэдом питом запретили в малайзии потому что власти страны посчитали что актер слишком красив и местные жители почувствовали себя неполноценным мне кажется красив ты считаешь его красивым вообще ну странно да он просто взрослый чел я не вижу отсюда ну а залей ну мне кажется это бред ну да это звучит как бред согласен ладно я думаю что это ложь подожди подумай нет я думаю что это ложь подумай пожалуйста я подумала ты подумала ну да ну что ж милана это была твоя ошибка наверное ну ты чего будешь давай все говори к сожалению это абсолютная правда прикинь типа это же вообще это что за тупость капец они неуверенные в себе люди абсолютно надо загуглить брэда пита молодым чисто монитор светит все ладно давай теперь твоя очередь перед хилтон с детства панически боится бабочек блин а я вот это где-то слышал вот если меня не изменяет память где-то в детстве я эту новость слышал может не про нее просто но все так звучит странно знаешь боится панически бабочек такое может быть я вот например знаешь чего боюсь это без прикола больших предметов тебе тоже если хотела да 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 мегафобия вот смотрите это новость звучит странно поэтому ее вписали возможно так и я еще где-то это слышал что под видом что это ложь но мне почему-то кажется что это правда правда но думаю да только ссылаюсь на то что я где-то это в детстве слышал ну смотри это он не томи давай это опять ну плюс балл как-то серьезно но мне это ложь он неплохо забайтила меня смотри кого выбираем деда или тетю деда деда хорошо поехали ну я такой чисто фактик зачитаю чтобы мы выровняли баллы ты поняла король карл 3 очень любит колу пьет ее по 5 банок в день вообще дед пьет колу по 5 банок в день да блин я потому что это абсолютно адекватная инфа но ну вот как бы мне кажется 5 банок это не так много ценник монетарный постоянно пьет по 10 а какие литровые 5 литровые с учетом что здесь написано банки но банки обычно железные это 30 до 5 банок таких запреки не баночка она не такая большая одет здоровый мужик ну типа большой человек не знаю ты так мне пытаешься это доказать я еще сказал вначале что хочу чтобы нас умерли из баллов мне кажется это я забайтил ее хорошо да ребят оценили вот это конечно же конечно же конечно же это ложь манипулировать лекарь ребята ребенок манипулировать легко очень какая-то такая доверчивая ты конечно нельзя так вестись не видишь 3 и 1 это все такое я читаю Давай. Только ты с выражением прям читай. Чтоб я верил. Шон Коннери во всех своих фильмах... Ладно, читай обычно, читай обычно. Шон Коннери во всех своих фильмах о Джеймсе Бонде носил парик, потому что начал лысить в 21 год. Вот это чувак. Блин, это вот... А, ну смотри, ну тут он вообще не лысый так. У него есть какие-то там волосики чуть-чуть сзади. Ну ты думаешь? Я думаю, что это абсолютная, абсолютная правда, наверное. Абсолютная правда? Ну подожди, я еще не уверен. Я так все размышляю. Ну вот смотри, получается, если это вот абсолютно обычная такая информация, скорее всего это ложь, потому что там есть загвоздка. Ты уверен? Ну вот как будто. Ну я думаю, что это ложь. Ну прям лысый на картинке. Это тупо, что я говорю ложь, ну ладно, я думаю, что это ложь. Ты уверен? Да, я это... Все, я уверен на 100% это ложь. Ну хорошо, хорошо. Я бы сказал, вранье наглое. Ну хорошо. И это... Посмотрите внимательно, внимательно у него. Посмотрите все вместе. Так, мы уже увидели. Угу. Так. Ну... И это... Ну, что сказать. Это... Это правда. Да, это правда. Это просто правда? Он начал лысеть в 21 год. И он начал лысить парик. Капец, что тут такого? Мужик, ну типа 80% мужчин типа лысеют. Это вообще в этом ничего такого нет. Ладно. Все, Егорик пошел жаловаться. Все, я пошел жаловаться. Все, я реально пошел. Все, я пошел жаловаться и вернусь через 10 минут. Все, давай, давай. Все, тебя тут узнаешь? Нет. Каких фильмов? Вообще никаких фильмов про нее. В сериалах? Нет. Хорошо. Это очень хорошо, что ты не знаешь. Спасибо твоему. Ладно. Я сейчас уверена, что я угадала. Ладно, поехали, поехали. Короче, зачитываю тебе абсолютно правду. У Сары Джессики Паркер бабушка была последней обвиненной в колдовстве салеманской колдунью. Но она в итоге не пострадала, так как к моменту суда над ней преследования ведьм прекратились и женщину отпустили. Потому что уже, как бы, закон закончился. Из-за чего женщина? Из-за колдовства. Да, мне кажется, это правда. Почему нет? Ну, ее бабушку, получается, она колдовала. Это было же очень... Это представь, вот, типа, мы речь про колдовство. И, типа, женщин реально садили в тюрьму. И это было очень-очень давно. Сколько ей лет, ну, типа? Ну, то есть, прикинь. Не знаю, сколько лет. Ну, я тоже не знаю, сколько лет, я у тебя спрашиваю. Ну, хорошо, мне кажется, это правда, да. Ты уверен? Да. Я надеялся, что будет 3-3. Надеялся. Очень сильно. Он опять вот этот свой... Не, реально. Камеру выключите, скажи, что прав... Нет, все, это правда. Не, ладно. Ну, к сожалению, 3-3. К сожалению, 3-3. Ты была абсолютно права, она заслуживает бал. В этом раунде у нас 1-1, потому что у нас была ничья. Второй раунд, это мое. Каждый гость выкладывает по 3 разных предмета на стол. Только один предмет действительно принадлежит участнику. Задача второго — понять, какой именно. Так, ну шо, смотри. Вот эти вот кости. Это кости называется, прикинь. Не знаю. Тупо когда нет, чтобы кубики назвать или как-нибудь там более адекватно. Кости. Ладно, окей. Ну, вот это называется кости, и типа я очень просто люблю настольные игры. Я смотрю, ты тоже увлекаешься мозаиками, что-то типа такое настольное. И вот у меня всегда выпадает четверка. Всегда. Всегда. А руки еще раз. Нет, зачем? Ну, логично. Времени у меня достаточно. Дальше, смотри. Ну, посмотри на мою прическу. Здесь вообще ноль лака, ноль геля, ничего нет. Я не знаю, зачем это положили. Твоем, значит. Ну, моем. Короче, да, эта штука я пользуюсь, особенно вот этой фирмы. Потому что она самая качественная именно для волос. Она не очень жирная, и волосы у меня нормам стоят. Заблюсь тебе, чтобы это было не реклам. Да. Вот. Ну, и какой-то кошелечек. Твой, да? Там монетки, там монетки. Сколько? Мои монетки, там разные монетки есть, вот. Нерусские есть, есть турецкие. Короче, видимо, разные монетницы. Ты был в Турции, да? Я был в Турции. Да, тут, кстати, интересно, вьетнамская есть? Вьетнамской нету. Так, хорошо, смотри. Костя, сто процентов не твои. Вот. Кошелек. Ну, ты такой, какой-то там кошелек. Вот здесь такие есть, монеты такие есть. Вот. И ты удивился, что там, типа, не русские монеты. Хотя это твой кошелек. А вот эта вот фигня для волос, возможно, твоя. Вот. Не знаю. Мне кажется, да, что вот это вот твое. Ты уверена? Нет, я не уверена. Я не могу быть уверена. Я просто так думаю, что это твое. Вкусно пахнет. Честно говоря, отвратительно. Отвратительно. Ну, к сожалению... Мне кажется, что это твое. Это не мое. А, откуда? Вот это тоже не мое. А, вот это твое. Монетница моя. Да, тут есть всякие разные... Где вот я был, я монетки сюда складываю. Которая остается в кошелеке. Такой вот прикол. Это получается, что я балл заработал? А, короче, было ловко получилось мне. Я сейчас такой, такой... Так, что это за кошелек? А, монетница. Ну, кстати, я бы на твое месте смутился тем, что... Смотри, здесь, видишь, просто такие вещички. Ничего в них нет. Детали не хотят. А тут наклеена какая-то хрень. Да я не вижу. Вот надо обращать на такие мелочи. Хорошо, хорошо. Так, вот это. Это моя любимая мозаика. Любимая прям, да? Да, я их всегда собираю, собираю. Там животные, ну, вот эти вот всякие дельфинчики, рыбки. Вот эта фигня. Вот. Так, по-моему, там ни одного животного не было. Ну ладно. А сколько штук? Пятьсот. Ладно, уверенно сказала. Хорошо, допустим. Вот, я просто ее всегда собираю, разбираю. У меня сколько пазлов не было. У меня все детали теряются. А здесь пока что ни одна не потерялась. Насколько ты времени собирала в первый раз вот эту мозаику? Ой, я долго. Я просто очень долго собираю мозаики. Мне, чтобы вот это собрать... То есть ты любишь мозаики собирать, но при этом... Я люблю, но я очень долго их собираю, да. Ну, я знаю, еще там какой-нибудь фильм на фон поставлю. Еще вот так вот сижу минут 10. Потом две штучки сложил. Ну, короче, вот. Пазл. А ты не Ютубка включаешь или там ТикТок? Да нет. Вот, потом. Вот. Это Валентинка, которую мне подарили в школе на 14 февраля. Ничего интересного. Вот здесь написано, Ивана, ты мне очень нравишься. Капец, вот парень, который подарил ей Валентинку. Ничего интересного. Сори, бро. Пролетаешь, мэн. Да. Ну, типа А-класс. Так пишут. Вот. А вот это, это штучка такая, которая... Что это? Она раздетая. Ну, штучку. Вот. А, не знаю, штучка. Сюда телефон ставится. Моя. Твоя. А это вот штучки вот эти что это? Где? Вот эти вот. Что это? Ножки? Вот это? Да, да, да. Это просто поставится? А это на них телефон вот так ставится. Ага. Вот. И все. Да. Она еще вот так может делать. И вот так. А вот это черное покрытие, это магнит или что? Это? Нет, это просто она, чтобы не скользила. Хорошо. Вот, видишь, она не скользила. Смотрите, просто руководство. Все. Да, да. Про мозаику. Несостаковочек много было. Потому что она долго собирает, хотя она очень часто собирает мозаику. Человек, который часто собирает мозаики, уже наловчился, мне кажется. Моторикой и так далее. Ну, много несостаковочек. Вот тут? Ага. Может быть, но я не уверен. Как-то она не уверенно отвечала на мои вопросы. Еще разглядывала сама, будто ей интересно, что это за предмет. То есть, понимаете, а если это ее, ей было уже не так интересно. А вот Валентинка, ты про нее бегло сказала. Ты еще сказала, ну, что интересного, просто Валентинка. Вот. Я думаю, что это Валентинка, это твоя вещь. А все остальные вещи, это не твои. Ты думаешь, я принесла на шоу чью-то Валентинку? Я уверен, на тысячу процентов. На тысячу процентов, да? Вот эта Валентинка. Я сейчас облажаюсь. Ты еще процентов. Вот эта, вот эта Валентинка. Ты еще, да, процентов? Вот эта Валентинка. Она не моя. Пацана, который тебе подарил. Это не моя. А что, твоя подставка? А как думаешь? Мозаика, похоже. Вот эта или вот эта? Мозаика, наверное. Мозаика? Ну, похоже, да, если я вообще уже не прав полностью. Ну, ладно. Вот эта тоже не моя. Вот эта подставка. Он нахрен это перетащил, это подставка ее рассматривал и так с интересом. Так специально. Ладно, это было ловко, молодец. Вот, смотрите. Повела меня. По итогу двух раундов у нас 2-2, также ничья. Мы переходим к третьему. Третий финальный раунд. Коробки. Каждому участнику по очереди выдается коробка с неизвестным предметом внутри. В коробке будет лежать предмет, либо карточка с описанием предмета. Задача рассказывающего – обмануть соперника, а задача второго участника – понять, правда ли говорит тот, кто описывает предмет в коробке или нет. Все, я начинаю. Первое. Погнали. Так. Хоба. Так, смотри. У меня здесь дженго. Дженго. Вот. В которой воткнуты перья. Перья черного цвета. Ой, я просто… Смотрите, возможно, я ошибаюсь. Но, по-моему, ты в моменте… Вот так глазами сделала. И про перья, как ты здесь начала говорить, ты тоже вот так сделал, глазами. Ну, ты прочитал там. Ну, мне кажется, ты спалилась. Ну, как ты думаешь? Я думаю, что ты спалилась, ты читала. Причем это делала нескрытно вообще. Угу. Ты же подумал, что вообще тюнтель, я ничего не увижу. Нет, стоп, стоп, ты можешь… Ты же можешь специально так глазами сделать. Ладно, я думаю, что все-таки ты… Это бумажка. Смотри, а если я сделаю вот так? Эту бумажку я так, как камер, просто сделаю. А если я сделаю вот так? Посмотри на это! Блин, это прикольная инсталляция. Ну, ладно. Раз, два. Давай. Угу. Ну, у меня телефон домашний. Наверное, это домашний телефон. Так. Вот, он такой, типа, серебряная ручка, кнопки. И еще тут есть такая резинка, знаешь, круглая такая же. Смотри, провод в виде пружины, такой накрученный. Так. Вот. Угу. Все? Сейчас еще пару часов. Ой, это увижу. Ну, так, все. Да, все. Ну, как бы серый телефон. Ну, понятно, понятно. Ну, смотри. У меня есть два варианта. Либо это бумажка, либо это предмет. Вот я не знаю, вот смотри. В одном моменте ты так сделала, типа, я прочитаю… Ой, я посмотрю. Возможно, ты проговорился, а возможно, ты специально так сказал, что… Блин, как ты вот сейчас… Чисто на удачу. Да, это вот… Смотри, что я сейчас делаю? Не знаю, что я. Ну, вот. Ты просто тогда точно так же сделала. И как мне догадаться, что это? Мне кажется, что это правда. Что если вы сейчас у тебя там… Отлично. То есть ты получается… Это твой окончательный? Ну, да. То есть передо мной сейчас домашний телефон? Да. С рукояткой? С вот этой вот накрученным проводом? Да. Что ж. Мне нужно сделать звено. Леона Хаметова выиграла в этом раунде. Я украла. Я убрал. Да? Еще себе. Давай. Ну, смотри. Что я вижу? Джойстик и вместо контроллера… Знаешь вот эти вот штучки, которые контроллеры такие? Да. А у меня палка просто. Так. Ну, просто палка вставлена. То есть я бы контроллер… Один из контроллеров – это палка. Вот джойстик белый, очень старый. Это не от PlayStation, походу. Это вот в компьютер джойстик. Мне кажется, что, возможно, это бумага. Знаешь почему? Потому что ты сказал контроллер. Ну, вряд ли бы ты сказал контроллеры. Ну, да. Странс, слишком заумное слово какое-то. Я бы в жизни не сказал. Слишком умное слово. Ты бы такое не сказал. Вот. Поэтому мне кажется, что там предмет. Там предмет. Ну, мне кажется. Ну, блин. Или подожди. Ну, ты так сейчас сказал. Да, блин. Как жаль. Такое умное слово. Нет, ладно. Ну, ладно, хорошо. Давай пусть будет предмет. Это предмет? Да? Ну, да. Наверное. Блин, зачем я вообще это сказал? Если бы я это не сказал, она бы сказала, что это ложь. Да, это правда. Вот это предмет. Черт. Блин, кому пришло в голову вообще? Это же гениально. Все, открываю? Да, давай. Что это наоборот? Ну, это явно не бумажка. Просто могу сказать так. Вот давайте просто я вам сразу скажу. Вот ее реакция, вот эта, она, ну, искренняя была 100%. Соответственно, на бумажку она бы так не отреагировала, потому что ей нужно было сначала прочитать. Ты хочешь, чтобы я тебе сказала? Я думаю, что там, ну, ты скажи, но я уже думаю, что это предмет. Ну, ты прямо уверен, да? Ну, смотри, тут так, как это, я не знаю, тут тарелка, она моет человека, тарелка, вот здесь обычная тарелка, у нее есть руки, в тарелке маленькая такая тарелка, у нее есть руки, она моет человека, и все это происходит в раковине. Что это придумывает, пожалуйста, есть человек, который это придумывает здесь? Да. Ну, это предмет. Она моет. Все это предмет точно. Ты уверен? Да. Это 100% предмет, просто по первой реакции. Ну, хорошо. Хорошо. Ты что, вообще бешеная? Это был очень качественный обман, очень качественный. Как это так, блин, это круто, ты молодец. Окей, получается, я проигрываю уже с большим отрывом. Давай. Ну, смотри, это голубь в детской одежде. Я не знаю, как это называется, но это детская одежда. Так. Ну, и голубь, не настоящий, естественно, он бы улетел просто. Голубь в детской одежде, и все? А, да. Ну что, Машка, а какого цвета голубь? Голубь, ну, стандартный голубь, такой уличный, знаешь. Не породистый голубь. А какого цвета? А какого цвета? Вот такой, типа, уличный. Ну, какой? Цвет синий. Да, да. Синий, серо-синий. А клюв у какого цвета клюв? Белого. Белого, клюв белого, да. Yes, yes, yes. Yes, dope, dope. Мне кажется, что это бумажка. Тоненькая, маленькая такая. А, получи! Какой клюв? У него белый клюв? Да, и он, видишь, в женском пусте, ой, в детстве. В женском пусте. А что, у тебя не разу не было? Это голубь. У тебя не разу не было бумажки? Нет. Сейчас, походу, будет бумажка. Так у нас еще голубь? Вот сейчас, походу, у меня будет бумажка в этом раунде. А, это последний, да? Не было ни одной бумажки. Ну, видишь, они, видимо, шарят, что белка бумажки. Так, все, я открываю, смотри. Раз, два, три. Хопа! Так, что хочу сказать. Смотри, тут вертолет. И у него вот в этом вот проперлили, у него замотаны волосы. Волосы такие, знаешь, серые волосы, такие, знаешь, седые какие-то. Вот. Он покрашенный или они просто… Ну, просто серые волосы. Серые волосы. Да, просто серые волосы. Типа ненастоящие, как будто от Барли, да? Да, 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 да. А вертолет какого цвета? Вертолет, ну, обычного цвета, ну, там, белого. Белый, то есть вертолетики, понял. Белый, серый, да. А пропеллер какого цвета? Пропеллер… 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 Сейчас надо посмотреть. он бело-черный выглядит ну логично как бы настоящий вертолет у тебя бы не стоял это игрушечный маленький вертолетик такой нет еще это настоящий окей но я думаю что это предмет реально вот и еще 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 тут короче вот вот здесь вертолет да и у него здесь такая палка короче палка да и на днем тоже маленький ну и смотрите я уже понял что моя логика не совсем здесь работает что она профессиональный грунт поэтому я хочу сказать что там предмет но скажу что бумажка и хорошо то есть ты не думаешь да что в такого тебя буха почему голод получает просто что за палку меня смутила палка это не палка хвост но реально такой но это вот так выглядит блин я проиграл честно я не хотел игру пришлось у меня не было времени подумать сегодняшние выпуски победила я поэтому его принес свою вещь которая сегодня будет разыгрывать короче это гучи худи ух ты съем это не палитаре ну что мы все увидели приз поэтому у вас есть возможность его выиграть предложили писать в комментариях я хочу худи от егорика и мы рандомно среди вас или комментаторов выберем и отправим вам короче если что это худи стоит вот столько поэтому ребятки напишите в комментарии и давайте поставим рекорд на этом шоу чтобы вот в этом выпуске было больше именно в этом смысл есть есть все я тоже буду писать комментарии вот поэтому спасибо тебе гор ну что ребята это было шоу обмани меня всем спасибо за просмотр обязательно ставьте лайки подписывайтесь на канал и я буду рада видеть вас здесь еще пишите комментарии всем спасибо если сможешь обмани меня лайки собираю я как же круто обо всем наврать просто правду взять и не сказать